Фестиваль национальной литературы организован в рамках международной конференции работников детских библиотек России. В этом году в Сочи приехали библиографы из 17 регионов страны. Очень важно сейчас проведение таких творческих мастерских, обмен опытом, чтобы привнести что-то новое в своей сельской библиотеке, в работе с детками. На площадке перед центральной библиотекой для юных читателей был организован театрализованный праздник, другие участвовали в мастер-классах. Но задача приглашенных писателей – поговорить с библиотекарями о том, как научить детей читать больше. Почему школьники сегодня читают мало? Этот вопрос, по мнению Альберта Лиханова, нужно задавать взрослым, которым легче купить электронные игрушки, чем привить ребенку любовь к книге. Вот в самолете я сейчас летел, за спиной у меня сидел мальчик и играл, и трясся. Ну, можно было ему дать в это время какую-нибудь книжечку почитать, два часа в самолете. Не обязательно сложную, а вот по нему. Я думаю, что это могло родить в нем некую духовную внутреннюю конструкцию, может быть, часть ее. Я вообще считаю, что чтение – это процесс абсолютно творческий, созидательный, внутри каждого человека. Дети, говорит писатель, стали малограмотнее. Читают и пишут мало, это признают науку и образование. И сейчас время эту проблему решать. Взрослые ведь тоже уже прошло некое поколение, которое тоже уже ушло от коммуникации с книгами. Поэтому нам нужно, конечно, сначала еще и подумать о том, как работать с мамами и папами, у которых подрастают детки. Чтобы и мамы, и папы, их молодые мамы и папы сейчас, поколение 90-х, чтобы повернулись к тому, что детей нужно повернуть лицом к книге. И нужно засыпать деткам с книжкой, и нужно любить книгу, иллюстрации рассматривать. Фестиваль национальной литературы продлится в Сочи пять дней. И все это время у сочинцев есть возможность пообщаться за круглым столом с детскими писателями. Альбертом Лихановым, Сергеем Георгиевым, автором сценариев детского юмористического киножурнала «Яролаш» и кубанской писательницей Любовью Мирошниковой. Елена Авсецна, Борис Осин, телекомпания «ФКТ».